Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Тундра жестока, мерзлота, полярные ночи, холод до минус 60. Там выживают лишь сильнейшие. В мире только два наземных хищника, приспособленных к жизни в арктическом аду. Это огромный белый медведь и милая полярная лиса. Песец, да-да, именно тот песец, который бы пришел к каждому в таких суровых условиях существования, но только не к нашему сегодняшнему гостю. Встречайте песца, полярную лисицу или арктическую лису – вид хищных млекопитающих семейства псовых, обычно относимый к роду лисиц, однако иногда выделяется в отдельный род имени себя. Длина тела 50-75 см, хвоста 25-30 см, высота в холке всего 20-30 см, средняя масса тела 3,5 кг, максимальная 9. В отличие от обычной лисицы, тело у песца приземистое, морда укороченная, уши закругленные и слабо выступают из зимней шерсти. Это предохраняет их от обморожения. А название вида в переводе с греческого означает «зайчья лапа», потому что подошвы лап у песцов покрыты жесткими волосами. И это тоже все от того же обморожения. Песец – единственный из собачьих, полностью меняющий окраску. Зимой, белым, летом, грязно-буро-коричневый. Как и сама тундра, весенняя линька песцов, как правило, начинается в марте-апреле и длится до 4 месяцев. Осеннее сентября по декабрь – лучший мех у песцов бывает в январе-феврале. Мех скрывает истинные очертания песцов. Зимой они кажутся неуклюжими. Линька обнаруживает их настоящую форму – длинноногого, поджарого хищника. Песцы всеядны и готовы охотиться почти на всех. В Арктике излишняя разборчивость обычно приводит к смерти. Песец распространен за Северным полярным кругом, на побережье и островах Северного Ледовитого океана, в тундровой и лесотундровой зонах. В России это типичный представитель фауны материковой тундры и лесотундры. Во время зимних кочевок песец доходит до юга Финляндии, южной части Прибайкалья и низовья Фамура. Типичными местами обитания песца служат открытые тундры с холмистым рельефом. На песчаных сопках и береговых террасах он роет норы сложные подземные лабиринты со множеством входов. Нору песец роет в мягком грунте в окружении камней. Они защищают вход от раскапывания крупными хищниками. Роет он до уровня вечной мерзлоты, углубляя ее по мере того, как грунт оттаивает. Норы никогда не бывают дальше полукилометра от воды. Подходящих мест для строительства нор тундры мало, поэтому песцы используют их годами, иногда на протяжении 15-20 лет подряд, а с перерывами сотни и даже тысяч лет. Так что некоторые холмы бывают сплошь изрыты песцами. Реже песцы селятся среди россыпи камней или на побережье. Зимой песец нередко довольствуется простым логовом прямо в снегу. Идеальная пища для песцов — это лемминги. На них песец охотится подобно обыкновенной лисе. Мышкует — он может учуять грызуна под 70-сантиметровым снегом и услышать его мельчайшие движения. После этого хищник нацеливается и прыгает головой вниз, и, как правило, попадает. Кстати, главный враг песцов при охоте за леммингами — это белая «Полярная сова». Ролик об этой красавице, которая не дает спуску песцам, вы сможете найти в плейлисте «Животные севера». Кстати, как и о главном друге песца — белом медведе. Этот грозный хищник часто не против разделить трапезу с маленьким песцом, который вряд ли сможет много отгрызть от туши какой-нибудь гигантской добычи белого мишки. Если же белого большого друга рядом нет, как и грызунов, то песцу подойдет добыча покрупнее. Песцы нападают на гусей, причем выбирают момент сразу после прилета стай, когда птицы еще ослаблены. Гуси крупнее песцов, поэтому хищники выжидают, когда те начнут выяснять отношения между собой и похищают яйца. Или идут на откровенную хитрость, подкрадываются, внезапно выпрыгивают из укрытия с лаем и хватают яйца из-под взлетевших от неожиданности птиц, иногда ставки еще выше. И песцы вынуждены охотиться на крупнейшую дичь оленей. Они делают это подобно истинным духам Арктики, под покровом затяжной пурги. Копытные замерзают в вихрях безжалостного снега, где зажигаются желтые лисьи глаза. Кстати, суровым арктическим летом песец обычно запасает в логове излишки еды на зиму. Самое страшное, что любую добычу в этих условиях найти непросто. Климат меняется, численность грызунов падает, птицы мигрируют, олени кочуют, поэтому песцы очень легки на подъем. Это отлично отражено в их латинском названии — лисы с зайчьими ногами. Поэтому в поисках пищи песец может пройти до 100 км в день и до нескольких тысяч за сезон. Такие миграции обычно совпадают с отлетом птиц. С осени до весны песцы бегут огромными группами, почти не отвлекаясь, ночуют в снегу и, если нужно, даже плывут на льдинах. Что касается любви, то песцы, как правило, моногамны. Типичная песцовая семья состоит из самца, самки, молодых самок из предыдущего помета и детенышей текущего года. Обычно семьи живут отдельно, однако могут селиться и колониями по две-три семьи. Жилплощадь одной семьи песцов обычно колеблется от двух до тридцати квадратных километров. К периоду любви песцы возвращаются со своих кочевок в те места, откуда откачевывали осенью и либо занимают готовые норы, либо выкапывают новые. Песчиха начинает хотеть любви обычно в марте-апреле. Не обходится и без драк. Песцов мужчин за право обладать мохнатой лапкой северной принцессы. После чего через 49-57 дней рождается 7-12 и даже более маленьких щенят. Кстати, это самое большое число новорожденных среди всех хищников. Песец папа вместе с родительницей заботятся о многочисленном потомстве, ибо одной ей всю эту ораву не прокормить. Белые песцы рождаются покрытые темным, дымчато-бурым мехом. Глаза открываются на 9-18 день. В возрасте полугода молодые песцы достигают размера родителей. Размножаться могут уже на следующий год, хотя полного развития достигают лишь на второй год. В среднем живет наш друг белого медведя до 10 лет на воле и значительно дольше в условиях содержания лысыми приматами. Численность песцов подвержена резким колебаниям в зависимости от обилия кормов. Большое влияние на численность местных популяций оказывают иммиграции. Каждую осень множество зверей, населяющих тундры, направляется вдоль морских побережий и речных долин к югу. Весной песцы постепенно возвращаются назад. В голодные годы эти переселения принимают особенно массовый характер, и многие из кочующих погибают. Песца преследуют и более крупные хищники. На него нападают росомахи, волки, а молодых песцов хватают орланы и белые совы. Ну а люди используют песца как источник ценного меха. Особенно ценятся шкурки голубого песца, который является также объектом клеточного разведения. На островах, окруженных незамерзающим морем, налажено полусвободное разведение песцов. Это когда песцы живут на свободе и по сигналу прибегают на корм к специальным ловушкам, где их при надобности и отлавливают. Фермы для разведения песцов имеются в северных и средних широтах Америки, Европы и Азии. В общем, надеюсь, шубу из песца никто из вас не захочет. А как вы думаете, может быть белому медведю просто одиноко? Раз он не против дружить с песцом, пишите свое мнение в комментариях. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку-росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok